Условия изменились, проект на миллиард решил кинуть Головкина. Кэти Дуува, промоутер чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, рекомментировала потенциальный бой с обладателем поясов WBC и WBA Super в среднем весе Саулем Альваресом. Для меня Головкин по-прежнему чемпион Сондерс сделал интересное заявление. У главой конуры Макгрегора средневест Беллатер Дилан Денис получил 7-месячное отстранение от боев. Всем привет, вы на канале Фудбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Промоутер Мацерум Баксин и руководитель стриминговой платформы DAZN Эдди Хиерн отметил одну деталь в контракте казахстанского боксера Геннадия Головкина, которая идет в разрез информации инсайдера The Ring Майка Коппинджера. По словам Коппинджера, одним из условий контракта будет предоставление Головкину части акции компаний, который принадлежит сервис DAZN, также Майк подчеркнул, что таким выгодным условием не может похвастаться ни и мексиканский боксер Сауль Альварес, ни и даже сам Эдди Хиерн, впрочем. В недавнем интервью Хиерна проверк слова журналиста, заявив, что обещанный долей Головкин не получит. Официально о подписании Геннадия Головкина с DAZN может быть объявлено уже на этой неделе. Кэти Эдува, промоутер чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, прокомментировала потенциальный бой с обладателем поясов WBC и WBA Super в среднем весе Саулем Альваресом. «Я видела высказывание Альвареса на данный момент, зная планы Сауля. Бой с Сергеем представляется мне не в ближайшей перспективе, но если Альварес перейдет в полутяжелый вес, он обязательно состоится. Это будет самый большой бой в карьере Ковалева, это было бы большое испытание для нас. Но мы любим подобные вызовы», сказала Кэти Эдува в интервью. Напомним, ранее Канело заявил, что не против подняться в полутяжелый вес и встретиться там с Ковалевым, Сергей, в свою очередь, ответил мексиканцу взаимностью. Британский боксер Билли Джо Сондерс прокомментировал вероятность проведения боя с Геннадием Головкиным, а также высказал личное мнение о казахстанце. «Я считаю, что в первом бою с Канело Головкин выиграл, второй бой уже больше был похож на ничью, чем первый, но, на мой взгляд, Головкин по-прежнему чемпион, я считаю, что пояса все еще у него возможно. Мы еще сможем устроить бой с ним, я уже дважды подписывал контракт и не понимаю, почему наш поединок до сих пор не состоялся может. Он просто использовал меня, чтобы привлечь таким образом Канело, но я по-прежнему открыт для боя с ним», — заявил Сондерс. Напомним, возвращение Геннадия Головкина на ринг запланировано на конец мая или начало июня. Его соперник пока неизвестен. У главой Конора МакГрегора, средневес Беллотер Дилан Денис получил 7-месячное отстранение от боев и штраф в размере 7000 долларов за поведение на турнире UFC 229 и потасовку с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, сообщает MMA Fighting. Дилан Денис стал уже пятым бойцом, наказанным за поведение на турнире UFC 229, на котором прошел поединок за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Иконуром МакГрегором. Ранее Нурмагомедов получил штраф в размере 500 тысяч долларов и отстранение на 9 месяцев. МакГрегор был отстранен на полгода и получил штраф в размере 50 тысяч долларов.